Аппаратное совещание провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона начал с вопросов частичной мобилизации граждан, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Следуя прямому поручению главы государства, мы обеспечим полное содействие работе военных комиссариатов. Я лично возглавляю призывную комиссию по мобилизации граждан Ульяновской области. А в муниципальных образованиях их возглавляют главы администрации. Коллеги, вы должны оказать полное содействие военным комиссариатам в выполнении поставленной президентом задачи. Учитывая личную ответственность каждого из нас, рекомендую отменить все свои отпуска и выходные дни. Мобилизованные граждане будут ежемесячно получать денежные пособия, надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с законодательством. При этом денежные средства при желании военнослужащего могут частично или полностью перечисляться его семье. Федеральным правительством принято решение о сохранении трудового договора во время мобилизации граждан, которые по окончанию службы смогут вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в законодательство и утверждены постановлением правительства РФ. В соцсетях встречаются жалобы на ошибки при частичной мобилизации. Алексей Русских поручил создать межведомственную комиссию, которая будет разбирать каждый спорный случай. В Ульяновской области начала работать горячая линия по вопросам частичной мобилизации граждан на платформе службы 122. С пятницы ульяновцы задали специалистам колл-центра более 2200 вопросов. Очень большой пул вопросов от родителей и от самих студентов очной формы обучения. Вопросы по айтишникам. А как вы знаете, буквально на прошлой неделе вышел указ президента о немобилизации сферы айти. И в первом приказе об мобилизации там уже было прописано, сейчас конкретизировано, что студенты очной и очно-завочной формы, получающие высшее образование впервые, не забираются. В этом году в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда планируется заменить 89 лифтов с истекшим сроком эксплуатации. 82 лифта в Ульяновске и 5 в Димитровграде. Замена оборудования проходит по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Работы ведутся с опережающими темпами в пяти многоквартирных домах. Процент производства работ более 50 составляет. По договору до 15 декабря все работы будут завершены в 2022 году. В Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Демография». В этом году сумма, направленная на его выполнение, увеличилась на 1 миллиард рублей и составила 3 миллиарда 700 миллионов рублей. За период реализации национального проекта у нас открыты 1120 дополнительных мест в ясельных группах. В этом году уже открылся новый детский сад в Северо-Сосновке Корсунского района на 55 мест. Также продолжается строительство детского сада на улице Отрады в городе Ульяновске. Открываются спортивные объекты. Это и продолжается строительство крытого футбольного манежа. На заседании также обсудили вопросы, озвученные в соцсетях. Житель Чердоклинского района пожаловался на мусор в парке, который не могут убрать с мая. Губернатор поручил немедленно решить этот вопрос. В Ульяновской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. 98% заболевших переносят вирус в легкой форме. Чтобы не заболеть, ульяновцам советуют ревакцинироваться. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.